Китай и США пытаются стабилизировать отношения пока только на словах. По итогам переговоров главы госдепа с председателем КНР с обеих сторон звучат сдержанно позитивные заявления. Как сообщил Энтони Блинкин, Вашингтон и Пекин признают необходимой стабилизации отношений, а глава со сбитым над США китайским аэростатом должна быть закрыта. Си Цзиньпин высказался чуть более сдержанно, как цитируют его реплики СМИ. «Миру нужны стабильные китайско-американские отношения, и от этого зависит будущее человечества». По словам лидера КНР, стороны достигли соглашения по определенным вопросам, и это очень хорошо. Результаты визита Блинкина в Пекин анализирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. «Прежде всего мы увидели, что ни одна из сторон, ни китайская, ни американская, не сошла в своей основной политической позиции. Это значит, что Тайвань остается главной красной линией, за которую ни американцы, ни китайцы не хотят заходить. И это, пожалуй, самое основное противоречие, потому что для Китая это вопрос нерешаемый с точки зрения силы, и для Китая это абсолютно внутренний вопрос. США не сделали никаких заявлений с точки зрения уменьшения эскалации в этом вопросе. Но, судя по всему, американцы и китайцы вышли на одну тему, приятную для них, для всех. Это вопрос экономического сотрудничества. Дело в том, что мы увидели заявление о том, что будут расширяться, прежде всего, обмены по народной линии, будет развиваться бизнес взаимодействия. Это то, чего, собственно говоря, и добивался Китай по формуле «пускай в политике будет прохладно, а в экономике будет горячо». Мы увидели, что американский бизнес, судя по всему, не собирается уходить из Китая, и США не будут в дальнейшем, по крайней мере, очевидным образом давить на уменьшение технологического сотрудничества. Тем не менее, очевидно, что никаких серьезных подвижек страны не добились. Скорее, встреча была важна с точки зрения, что ни одна из них не готова сегодня пересекать красную линию, что, на мой взгляд, вполне удовлетворяет обе страны. Но многое зависит вот от чего. Если сейчас будет в Вашингтоне принято принципиальное решение продолжать давить Китая по тайваньскому вопросу и продолжать, например, принимать официальные тайваньские делегации, то не исключено, что Китай сам начнет тормозить бизнес-контакты, которые сейчас американцы, судя по всему, не хотят разрушать окончательно. Алексей Маслов, директор Института страны Азии, Африки МГУ. Западные СМИ комментируют итоги переговоров в позитивном ключе. BBC указывает, что это первый визит главы американского госдепа в Китае за пять лет. В статье отмечено, что переговоры Блинкина и АСИ не были анонсированы заранее. Если бы визит закончился без контактов с китайским лидером, это стало бы негативным сигналом. Сена называет переговоры лакмусовой бумажкой, которая должна была показать готовность, если не к сближению, то хотя бы предотвращению дальнейшей эскалации. По вопросу Тайваня глава госдепа подтвердил позицию о приверженности статус-кво, США не выступает за независимость острова. Также, по словам Блинкина, АСИ заверил его о том, что Китай не передавал и не будет передавать России оружие для конфликта на Украине. Своими оценками делится директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в НГУ Юрий Рогулев. Такой встречи не было очень долго, почти пять лет. Она и сейчас прошла не с первого раза. Нельзя сказать, что эта встреча готовилась, что велись какие-то переговоры, готовились какие-то документы для подписания. И это просто визит. Китайцы продемонстрировали, конечно, искусство дипломатии. С одной стороны, оказав весьма холодный прием, имеется в виду в аэропорту, никакого кортежа, никаких официальных лиц. Ну, то есть, весьма такой сдержанный, холодный прием. Все даже смеются, что Биллу Гейтсу был оказан более такой радушный, теплый и торжественный прием. Но, с другой стороны, они провели его по всей, так сказать, иерархии и министра странных дел, и член политбюро, курирующий внешнюю политику, и, естественно, Си Цзиньпинь. Ну, а оценки звучат очень разные. Американцы, которые были инициаторами этого визита, пытаются найти какой-то прогресс, найти какую-то положительную часть. А, с другой стороны, высказывания самих китайцев на каждом уровне и после каждой встречи, они весьма такие жесткие и очень и очень сдержанные, в отличие от американцев. То есть, тут мы имеем такой противоречивый взгляд с двух сторон. Одни сдержанно и, так сказать, прохладно, но выражая надежду на возможности сотрудничества и взаимодействия, а другие уже чуть ли не как какие-то достижения. А Юрий Рогулев, директор фонда изучения США. Отдельно стороны озвучили нечто вроде обещания об экономическом и политическом ненападении. А Блинкен заявил, что США не стремятся к новой холодной войне и не пытаются изменить политический строй Китая. Си заверил собеседника, что Пекин уважает интересы Вашингтона и не стремится заменить его на мировой арене. Одновременно Китай, продолжая дипломатию на европейской арене, в понедельник премьер-министр страны посетил Германию. Литцан принял на президента ФРГ Франк Вальтерштан Майер и стороны призвали к усилению каналов коммуникации между странами. Следующим пунктом европейского турне премьера КНР станет Франция, где он проведет переговоры с президентом Эммануэлем Макроном. Литцан был назначен на пост прошлой весной, и это его первая зарубежная поездка в новой роли. Субтитры создавал DimaTorzok